Мы находимся на выставке Household Experts, с нашими экспертами. В рамках этой выставки проходит деловая программа. Антон, вы один из спикеров. Расскажите, про что будете рассказывать аудитории, что аудитория, возможно, болит, может быть, вы уже знаете, что у них болит, и как вы будете им помогать эту боль уничтожать. Спасибо. Итак, расскажу я про управление клиентской базой. Боли у нас какие? Рынок меняется, и розничные магазины в стандартном формате уже гораздо сложнее существовать, просто надеясь на естественный клиентский поток, потому что клиентский поток ожидает, что с ним будут контактировать, контактировать по привычным каналам, и это не просто уже даже рассылки, это какие-то более привычные форматы, в том числе в мессенджерах. И, собственно, кризис, ну или так, отсутствие роста тоже влияет на покупательскую способность и на нашу рентабельность, соответственно, нужно думать о том, чтобы работать с постоянной клиентской базой. Очень у многих бизнесов это большой список, которые до недавнего времени большинство не задумывались, что с ним делать. Вроде клиентская база есть, и вроде бы у нас их там 10 тысяч, но когда выясняется, что вот этот самый контакт нужно направить на определенную аудиторию, у которых есть электронная почта, а у других, например, только мессенджер, как ее разделить, как сделать предложение, которое будет действительно интересно аудитории, а не будет, так сказать, вымораживать и уничтожать базу. Вот эти задачи помогают решать софт, ну, собственно, фирмы 1С в том числе, плюс методологии, о которой я расскажу на своем выступлении. О том, как современным предприятиям, магазинам в том числе, да, потому что многие предприятия существуют в формате и опт, и розницы, да, это, так скажем, синергия, где можно и посмотреть товар, да, и закупить его и оптом, и розницу. Собственно, вот как им существовать в условиях вот этого ограниченного потока новых клиентов, как работать на том, чтобы делать бизнес с постоянными клиентами, быть постоянно полезным, быть на связи. Для многих розничных магазинов привычного формата это нестандартная задача, и в том числе я хочу рассказать о том, что вот вызов текущего времени научиться с этим качественно работать. Есть аудитория, есть потребители. Как они относятся к тому, что их начинают догонять в мессенджерах, в e-mail, где в звонках сами ритейлеры? Не раздражает ли это конечного потребителя? Как он к этому относится? То есть не посоветуете ли вы всем ритейлерам замучить конечного потребителя, чтобы со всех видов телефонов, e-mail, условных ноутбуков везде была реклама? Приходите, покупайте. Ну, как я уже сказал, сжечь базу – это пара пустяков. Для этого достаточно сделать пару рассылок с какой-нибудь ерундой. Соответственно, все, вашу компанию забудут, и она будет вспоминаться в грустных тонах. Вот как мы сейчас находимся на выставке, и можно посмотреть, люди работают в разных форматах. Кто-то подготовил интересное предложение, и люди просили, слушайте, мне вот это пришлите, мне это интересно. И вот то, о чем попросили, о чем договорились, о чем целевая аудитория хотела бы узнать, это обязательно нужно рассылать. Соответственно, те безликие сообщения о том, что мы есть, приходите, вот наш прайс – это то, что уходит в прошлое. И, собственно, управление постоянной клиентской базой – это как ваша способность, способность бизнеса осмыслить потребности аудитории, провести ее сегментацию и начать работать с этим. Это действительно непростая задача, в которой программное обеспечение выполняет роль инструмента, а методология – это задача директоров, руководителей отдела маркетинга, может быть, коммерческих директоров. Увидеть новые цели перед собой, осознать этот вызов и научиться с ним работать. Вот такой опыт и такие компетенции будут передаваться на деловой программе в рамках выставки Household Expo. Не переключайтесь, скоро включение с нашими новыми экспертами и экспонентами. Спасибо.